Неизвестно также, по каким причинам лжедимитрий, столько осторожный в этом отношении, не хотел сообразоваться с уставом церковным и венчался 8 мая, на пятницу и на Николин день Были неудовольствия и другого рода Для помещения родных невесты и других свадебных гостей вывели из кремлевских домов не только купцов и духовных, но даже бояр Арбатские и чертольские священники выведены были также из домов, в которых помещены иностранные телохранители царские Поляки, спутники Марины, вели себя нагло Казаки подражали им, но торговые люди утешали себя тем, что получали большие барыши от расточительных гостей Говорят еще об одном распоряжении лжедимитрия, которое, если бы в самом деле было исполнено, то могло бы возбудить сильное неудовольствие в духовенстве Говорят, будто царь велел осмотреть монастыри, представить ведомость их доходам, оценить их водчины и, оставив только необходимое для содержания монахов, остальное отобрать в казну на жалование войску, сбиравшемуся в поход против турок Но трудно принять это известие, во-первых, потому что, как мы знаем, Дмитрий подтверждал монастырям жалованные грамоты и давал новые Во-вторых, потому что об этом распоряжении не говорится в русских источниках Вероятно, что, подобно Грозному, лжедимитрий потребовал у духовенства щедрого вспоможения для наступающей войны с неверными, а это ревностным протестантам показалось отобранием имущества у монахов Но если и были причины к неудовольствию, то неудовольствие это по-прежнему не было сильно и всеобщее По-прежнему любовь большинства к царю продолжала обнаруживаться Однажды Басманов донес самозванцу, что некоторые стрельцы распускают о нем дурные слухи Лжедимитрий, как прежде, отдал дело Шуйского на решение собора, так теперь отдал дело семерых облеченных стрельцов на решение их товарищей Тогда голова Стрелецкий, Григорий Микулин, грубо выразил свое усердие Освободи меня, государь, сказал он Я у тех изменников не только что головы поскусаю и черево из них своими зубами повытаскиваю И тут же, по знаку Микулина, стрельцы бросились на обвиненных товарищей и изрубили их куски Явился еще обличитель, дьяк Тимофей Осипов Постившись и причастясь святых тайн, Осипов пришел во дворец и перед всеми начал говорить лжедимитрию Ты воистину, Гришка Отрепьев, Растрига, а не цесарь непобедимый Не царев сын Димитрий, но греху раб и еретик Осипова казнили, и народ остался покоен Свободный в обращении с приближенными людьми, лжедимитрий позволял им делать замечания насчет его образа жизни Если только эти замечания не переходили границ вежливости Так однажды, когда в четверг на шестой неделе Великого Поста за столом царским подали телятину То князь Василий Шуйский заметил, что в пост русские не могут есть мясо Лжедимитрий начал спор с князем Думный дворянин, известный уже нам неразборчивостью выражений, Татищев Взял сторону Шуйского и наговорил царю таких вещей, что тот должен был выгнать его из-за стола И хотел было сослать вятку, но простил по просьбе Басманова Видя расположение большинства московских жителей к лжедимитрию Расположение, ненарушаемое противными старине поступками последнего Научены страшным опытом, что нельзя подвинуть народа против царя одним распущением слухов о самозванстве Шуйский прибег к другому средству, к составлению заговора В челе которого вместе с ним стали князья Василий Васильевич Голицын и Иван Семенович Куракин Еще прежде свадьбы царя между ними было все улажено Для сохранения единства между собою, необходимого в таком деле, бояре положили прежде всего убить Растригу А кто после него будет из них царем, тот не должен никому мстить за прежние досады Но по общему совету управлять российским царством Условившись знатными заговорщиками, Шуйский стал подбирать других из народа Успел привлечь на свою сторону 18-тысячный отряд новгородского и псковского войска, стоявший подле Москвы и назначенный к походу на Крым Быть может, тут помогла давняя связь новгородцев с Шуйскими Ночью собрались князю Василию бояре, купцы, сотники и пятидесятники из полков Шуйский объявил им о страшной опасности, которая грозит Москве от царя, преданного полякам Прямо открылся, что самозванца признали истинным Дмитрием только для того, чтобы освободиться от Годунова Думали, что такой умный и храбрый молодой человек будет защитником веры православной и старых обычаев Но вместо того царь любит только иноземцев, презирает святую веру, оскверняет храмы божии, выгоняет священников из домов, которые отдает иноверцам, наконец женится на пульке поганой Если мы, продолжал Шуйский, заранее о себе не промыслим, то еще хуже будет Я для спасения православной веры опять готов на все, лишь бы вы помогли мне усердно Каждый сотник должен объявить своей сотне, что царь самозванец и умышляет зло с поляками Пусть ратные люди советуются с гражданами, как промышлять делом в такой беде Если будут все заодно, то бояться нечего За нас будет несколько сот тысяч, за него пять тысяч поляков, которые живут не в сборе, а в разных местах Но заговорщики никак не надеялись, что большинство будет за них И потому условились по первому набату броситься во дворец с криком Поляки бьют государя Окружить лжедмитрия, как будто для защиты, и убить его Положено было ворваться в то же время в домы поляков, отмеченные накануне русскими буквами И перебить ненавистных гостей Немцев положено не трогать Потому что знали равнодушие этих честных наемников Которые храбро сражались за Годунова Верны Дмитрию до его смерти А потом будут также верны новому царю из бояр Если заговорщики условились разглашать о самозванстве царя и злых его умыслах, то понятно, что эти разглашения должны были немедленно обнаружиться Если трезвые были осторожны, то пьяные ругали царя еретика и поганую царицу Немецкие алебарщики схватили одного из таких крикунов и привели во дворец Но бояре сказали лжи Дмитрию, что не следует обращать внимание на слова пьяного человека И слушать доносы немецких наушников Особенно, когда у него столько силы, что легко задавит всякий мятеж Если б даже кто-нибудь и вздумал его затеять Такие советы как нельзя лучше приходились по душе Дмитрию Вот почему, когда начальники иноземной стражи на бумаге три дня сряду доносили ему, что в народе замышляется недоброе То сначала Дмитрий спрятал их донесения, сказав «все это вздоры» А потом, когда это ему наскучило, велел наказывать доносчиков В это время готовилась воинская потеха Дмитрий хотел сделать примерный приступ к деревянному городку, выстроенному за Сретенскими воротами Заговорщики воспользовались этими приготовлениями И распустили слух, что царь во время потехи хочет истребить всех бояр А потом уже без труда поделиться с Польшою московскими областями и ведет латынство Если заговорщики не щадили царя, то тем менее должны были щадить его гостей С которыми, по их словам, он замышлял сгубить русскую землю По ночам толпы бродили по улицам, ругая поляков Разумеется, в этом случае к ним приставали и многие из тех, которые не хотели предпринимать ничего против самого Дмитрия Дело доходило и до драки Дом, где жил князь Вишневецкий, был раз осажден толпою тысяч из четырех человек Лжедимитрий смотрел на это, как на необходимое столкновение между двумя враждебными народами Ему донесли однажды, что один поляк обесчистил бояриню, ехавшую в повозке Царь нарядил следствие, из которого, однако, по уверению поляков, ничего не оказалось Сами поляки, впрочем, не разделяли беспечности лжедимитрия Который должен был два раза посылать Колесницкому и Гонсевскому с уверением Что нечего бояться, ибо он так хорошо принял в руки государство, что без воли его ничего произойти не может Несмотря на то, послы поставили у себя на дворе стражу, а мнишки поместили у себя всю польскую пехоту, которую привели с собою Эти ратные люди донесли воеводе, что москвитяне не продают им больше пороху и оружия Испуганный мнишек тотчас пошел сказать об этом лжедимитрию, но тот отвечал ему смехом, удивляясь малодушию поляков Однако для успокоения тестя велел расставить по улицам стрелецкую стражу В ночь с 16 на 17 мая вошел в Москву отряд войска, привлеченный на сторону заговорщиков Которые заняли все 12 ворот и не пускали уже никого ни в Кремль, ни из Кремля Немцы, которых обыкновенно находилось во дворце по 100 человек, получили именем царским приказ от бояр разойтись по домам Так что при дворце осталось только 30 алибарщиков Поляки ничего не знали об этих распоряжениях и спали спокойно Тем более, что пятница, 16 число, прошла без всякого шума и приключения Но не спали заговорщики, дожидаясь условного знака Около четырех часов утра ударили в колокол на Ильинке У Ильи Пророка на Новгородском дворе И разом заговорили все колокола московские Толпы народа, между прочим, и преступники, освобожденные из темниц, вооруженные чем не попало, хлынули на Красную площадь Там уже сидели на конях бояре и дворяне, числом до 200, в полном вооружении На тревогу выбежали из домов и те, которые не знали о заговоре На вопросы о причине смятения им отвечали, как было условлено, что Литва бьет бояр Хочет убить и царя Тогда все спешили на защиту своих Для бояр было важно поскорее, без объяснений, кончить дело с Дмитрием внутри Кремля и дворца Среди участников заговора, без многочисленных свидетелей И вот Шуйский, не дожидаясь, пока много народа соберется на площадь В сопровождении одних приближенных заговорщиков, въехал в Кремль через Фроловские, Спасские ворота Держа в одной руке крест, в другой меч Подъехав к Успенскому собору, он сошел с лошади Приложился к образу Владимирской Богородицы и сказал окружавшим Во имя Божье идите на злого еретика Толпы двинулись ко дворцу Набат и тревога разбудили лжедмитрия Он послал Басманова узнать о причинах смятения Встреченные им бояре отвечали, что они сами не знают Но, вероятно, где-нибудь случился пожар Дмитрий сначала было успокоился этим ответом Но потом, когда шум становился все сильнее и сильнее Выслал вторично Басманова, а сведомиться обстоятельнее На этот раз его встретили неприличными ругательствами и криком «Выйдай, самозванца!» Басманов бросился назад Приказал стража не впускать ни одного человека А сам в отчаянии прибежал к царю, крича «Ахти мне! Ты сам виноват, государь! Все не верил! Вся Москва собралась на тебя!» Стража оробела И позволила одному из заговорщиков ворваться в царскую спальню И закричать Дмитрию «Ну, безвременный царь! Проспался ли ты? Зачем не выходишь к народу и не даешь ему отчета?» Басманов, схватив царский палаш, разрубил голову крикуну Сам лжедмитрий, выхватив меч у одного из телохранителей Вышел к толпе и, махая мечом, кричал «Я вам не годунов!» Однако выстрелы принудили его удалиться В это время явились бояре Басманов подошел к ним и начал уговаривать их Не выдавать народу лжедмитрия Но тут Татищев, тот самый, который был спасен Басмановым от ссылки Обругал его как нельзя хуже И ударил своим длинным ножом так, что тот пал мертвый Труп его сбросили с крыльца Смерть Басманова охмелила толпу, ждавшую первой крови Заговорщики стали смелее напирать на телохранителей Дмитрий снова вышел Хотел разогнать народ палашом Но увидел, что сопротивление бесполезно В отчаянии бросил он палаш Схватил себя за волосы И, не говоря ни слова немецкой стражи Кинулся в покой жены Сказав ей, чтобы она спаслась от мятежников Сам поспешил пробраться в каменный дворец Выскочил из окна на подмостки Устроенные для брачного праздненства С одних подмосток хотел перепрыгнуть на другие Но оступился, упал с вышины Пятнадцать сожен на житный двор Вывихнул себе ногу и разбил грудь Между тем заговорщики, обезоружив стражу Бегали из одной комнаты в другую Ища Дмитрия и ворвались в покой царицы Узнав от мужа об опасности Марина спустилась сперва вниз в подвал Но потом, когда ей отсоветовали тут оставаться Опять взошла наверх Причем была столкнута с лестницей Не узнавшей ее толпой И едва успела пробраться в свою комнату Как заговорщики показались у дверей Тут встретил их слуга Марины, Ян Осмульский И долго один сдерживал натиск толпы Наконец пал под ударами Марина, небольшого роста и худенькая Легко спряталась под юбку своей гофмистерины Ворвавшись в комнату Заговорщики с ругательством спрашивали у женщин Где царь и царица Им отвечали, что о царе не знают А царицу отправили в дом к отцу ее Прибытие бояр, глав заговора Положило конец отвратительным сценам Грабежа и бесстыдства Они выгнали толпу И приставили стражу Чтобы не пускать никого к женщинам Марину, которая вышла из своего убежища Проводили в другую комнату Распорядившись насчет Марины Бояре спешили отвратить страшную опасность Которая начинала было грозить им Стрельцы, стоявшие на карауле Близ того места, где упал Димитрий Услыхали стоны раненого Узнали царя Отлили его водою И перенесли на каменный фундамент Сломанного Годуновского дома Придя в себя, Димитрий стал упрашивать стрельцов Чтобы они приняли его сторону Обещая им в награду Жен и имение изменников бояр Стрельцам понравилось обещание Они внесли его снова во дворец Уже опустошенный и разграбленный В передней Димитрий заплакал Увидав верных своих алибарщиков Стоявших без оружия С поникшими головами Когда заговорщики хотели приблизиться к нему То стрельцы начали стрелять из ружей Для глав заговора Теперь шло дело о жизни и смерти И Шуйский стал горячо убеждать своих Докончить начатое дело Убийством самозванца Заговорщики придумали средства Испугать стрельцов И заставить их покинуть Димитрия Они закричали Пойдем в стрелецкую слободу Истребим их жен и детей Если они не хотят нам Выдать изменника Плута, обманщика Субтитры создавал DimaTorzok